Мы продолжаем наши уроки по недельному разделу Тору в АЕЦ. Становились мы на встрече Яакова с его будущей женой Рахелию, встреча, которая произошла у колодца. Это уже традиция у прадцев еврейского народа. И в предыдущих поколениях знаем, что и ревка, была найдена Лезером. Встреча между Лезером и ревкой, будущей матью Рицхака, тоже произошла у колодца. Так и эта встреча тоже у колодца. Читаю текст. «И рассказал Яаков Рахели, что он брат ее отцу, и что он сын ревки. И она побежала и сказала своему отцу. И было, когда Лавен услышал весть о Якове, сыне своей сестры. Он побежал ему навстречу, и обнял его, и поцеловал его, и вел его в свой дом. И он рассказал Лавану о всех тех происшествиях. И сказал ему Лаван, «Однако ты кость моя и плоть моя». И жил он с ним месяц. И сказал Лаван Яакову, «Разве на то ты родственник мой, чтобы служить мне даром? Скажи мне, чем заплатить тебе?» А у Лавана две дочери. Имя старше Илея, имя младше Рахель. И у Леи глаза слабые, а Рахель была красиво станом и красиво видна. Вот этот отрывок мы пытаемся сейчас разобрать. После того, как Яаков представляется, объясняет Рахеле, кто он, и называет он себя брат ее отцу. Мудрецы уже обращают наше внимание довольно странно, ведь на самом деле он только племянник ее отца. И известно два ответа, которые приводит Рашель. Один – бепшат, а второй – драш. Пшат, как обычно, это иносказательное значение, т.е. нельзя понимать это буквально. Написано брат, имеется в виду родственник. Мы точно так же, как это было по отношению к Лоту, когда Авраам обращается к Лоту, и говорит, мы с тобой братья, когда он имеет в виду, конечно, мы с тобой родственники, и негоже родственникам ссорятся. То же самое и здесь, имеется в виду родственник. Медраж, как обычно, требует буквального понимания. Брат, как же может быть братья, когда он на самом-то деле только племянник? Говорит, Медраж, что Яаков сказал Рахеле, смотри, если твой папа будет относиться ко мне, будет действовать обманным путем, будет мошенничать, то на этот счет еще посмотрим, чья возьмет. Вот я ему готов быть братом, я брат ему по способности обмануть и обдурить. Если же он будет вести себя со мной честно, тогда я сын Ривки, честная и непорочная женщина. Откуда возникла вдруг, откуда возникает вдруг такая фраза? Еще только что познакомились, и уже Яаков начинает здесь угрожать, что если он только попробует меня обмануть, я еще посмотрим, я тоже умею обманываться. Откуда это приходит? А Талмуд говорит, что уже при этой самой первой встрече, когда стало понятно, что Яаков приходит сюда в это место и в семью Лавана серьезными намерениями, то Рахель сказала ему, что не так-то все просто, даже если он подумает жениться на ней, то с папой нужно иметь ухо востро, потому что иметь с ним дело очень-очень непросто. Человек на руку нечист. И это она предупредила его с самого начала. Поэтому же в ответ на это предупреждение Яаков сказал, насчет этого можно быть спокойным, меня не так просто провести, я тоже, если нужно, я тоже умею быть хитрым. Дальше сказано, и она побежала и сказала своему отцу. Если мы уже вспоминали предыдущую сцену у колодца, так там Ривка написана почти так же, только и побежала она после того, как она встретила Элитера, то она побежала и рассказала своей матери, почему тогда здесь своему отцу. Рашель говорит, вынуждена бы сказать, очевидно, что матери у нее не было, она умерла, и поэтому единственное, кому она могла рассказать, это отцу. Дальше следует трогательная встреча Лавана со своим племянником. Как сказано, и было, когда Лаван услышал весть о Якове, сыне своей сестры, он побежал ему навстречу, он идет, он бежит, и обнял его, и поцеловал его, и вел в свой дом. Встреча двух родственников. Правда, снова, ассоциации трудно избежать. Лаван уже один раз бегал, это было, когда он был еще молодым, а именно, когда Элиезер пришел к его отцу для того, чтобы сватать его сестру Ривку. Тоже написано, что Элиезер остался у колодца, а Лаван побежал. Сначала побежал, написано, а потом пошел. Некоторые комментаторы говорят, сначала он побежал, он думал, что вообще-то пришли сватать его. Может быть, у Авраама есть дочка, пришли сватать его, а когда стало понятно, что совсем не так, его сватать не собираются, то он уже замедлил свой путь. Так или иначе, тогда он выбежал, здесь он выбежал. И в любом случае, вполне, так как описывает этот текст, проявление вполне искренних, наверное, родственных чувств. Но если мы посмотрим в Раши, то Раши рисуется уже на другую картину. Зачитываю Раши. И выбежал он ему навстречу, думая, что он нагружен деньгами. Ведь слуга-то из того дома, вспоминается, опять же, воспоминание юности, когда пришел на Лезер, он был всего лишь слугой, то он пришел сюда с десятью навьюченными верблюдами. Тут было десять верблюдов, навьюченных самым разным добро. А теперь уже пришел не слуга, не раб, а сын. Уже наверняка у него очень богатые с собой дары. Дальше написано, и обнял, не видя при нем ничего. А почему ничего? Об этом уже говорилось. То есть, поскольку, понятно, что из дома Яков не вышел с пустыми руками. Но на пути, когда его нагнал Элифаз, сын Исава, которого был приказ от отца убить Якова, а Элифаз делать этого не хотел ни в коем случае. С другой стороны, он не знал, как быть с приказом отца, поскольку у почитания родителей эта вещь для него была непреложная. И тогда Яков подсказал ему, как выйти из этого затруднительного положения, как можно все вроде бы выполнить и не пролить кровь, а именно забрать у него все имущество. И поскольку принято считать, что нищий, он подобен мертвому, тогда, когда он вернется к своему папе Исаву и скажет, что он свое дело сделал, и Яков теперь мертв, то он на самом деле не соврет, поскольку он останется нищий. Вот такой вот гол как сокол, он приходит к своему дядюшке Лавану. Лаван бросается ему, бежит ему навстречу, бросается ему на грудь, никаких верблюдов не видит, сундуков с золотым, серебром тоже нету. Ну, тогда он обнимается, не видя ничего, он подумал, а может быть он принес с собой золотые монеты, то есть, может быть, его все добро, его такое маленькое, и он его на себе прячет, и они у него где-нибудь на груди. Потом написано и поцеловал, его продолжает Раши, подумал, поскольку на груди он никаких монет не нашел, может быть, он принес с собой жемчуг, какие-нибудь драгоценные камни маленькие, и он держит его у себя во рту. Вопрос. Почему Раши, вот эту картину, простую вроде бы картину, выражение родственных чувств, ходит Раши и красит ее в такие черные тона, показывая, изображая Лавана таким уже, может быть, он был не самым лучшим человеком, это очевидно из дальнейшего, мы видим, что он на самом деле мошенник, мы видим, что он на самом деле обманщик, может быть, при всем при том, по крайней мере, бывают люди, которые нечестны, но по крайней мере у них есть родственные чувства, у них есть, они могут действительно искренне расплакаться и броситься на шею, расцеловаться, почему раскрашивают все в такие черные цвета. То, что пишет здесь Раши, это не случайно, это общий принцип комментирования текстов, которые высказывают мудрецы в Талмуде, а именно, если Тора рисует нам какого-то человека и указывается в тексте несколько его поступков. Один поступок явно плохой поступок, а остальные поступки, они парные, они вроде как нейтральные, можно их понять так, можно их прокомментировать по-другому, интерпретация у них может быть самая разная. Но если Тора нам раскрыла в какой-то поступок, и не просто поступок этот нарисовала, но и раскрыла его истинные мотивы, показывая, что этот человек нечестивец, что он сделал мерзость, то тем самым она нам указывает, что и остальные его поступки, которые неоднозначны и могут быть интерпретированы и так, и по-другому, мы интерпретируем в свете того, той информации, которая нам дана очевидно. Значит, поскольку из дальнейшего текста мы видим, что в действительности Лобан – это мошенник, мошенник и обманщик, а не исключено и более того, то и здесь вот эти проявления, которые можно было бы представить себе как проявления родственных чуд, хорошо объяснять ничего подобного, и здесь были скрытые тайны, и здесь он думал только о том, как бы постараться нажиться за счёт своего родственника. Дальше сказано, и он рассказал Лобану обо всех тех происшествиях. Что имеется в виду? Конечно же, Лобан выразил своё разочарование в том, что любимый племянник пришёл без копейки, что он был как сокол, и как это может быть, когда у него, безусловно, и дед был богатым, и папа его, конечно, не бедный человек, как же это может быть? На такие вопросы пришлось честно о чём признаться, рассказать всё, как было, а именно то, что ему пришлось бежать, то, что ему пришлось бежать из дома из-за того, что вышла такая ссора с родным братом, не то, что по дороге его ограбили, отняли у него все деньги, поэтому он пришёл сюда без копейки. И теперь понятен дальше текст. «И сказал ему Лобан, однако ты кость моя и плоть моя». Что такое «однако»? Почему начинается со слова «однако»? Когда есть «однако», «однако» в начале фразы означает так, что перед этим есть какая-то мысль, но с другой стороны она отрицается, вроде бы как так, однако в общем-то и не так. Что здесь Лобан отрицает? А именно. Впрочем, поскольку ни копейки у тебя за душой нету, то какой мне смысл иметь с тобой дело, какой мне смысл тебя принимать, чтобы ты у меня был гостем? Интересно мне нет никакого. Однако, с другой стороны, всё-таки выставлять тебя за дверь тоже красиво, неприлично. Родственник всё-таки. Ты кость моя и плоть моя. Ну, коли так, ладно, живи. И жил он с ним месяц. Именно так пишет Раши. «Однако ты кость моя и плоть моя, незачем мне брать тебя в дом, ведь у тебя же ничего нету». То есть, никакого навара с тебя не будет. Однако, из-за нашего родственника, родства, из-за родственных отношений, «Хорошо, я готов приютить тебя». И, как сказано, потом дальше, и прожил с ним месяц, имеется в виду, на месяц он его к себе и принял. Следующий стих. «И сказал Лаван Якову, разве нато ты родственник мой, чтобы служить мне даром?» Очень интересно. А вроде раньше не было сказано, что он на него работал, что он на него служил. Откуда это берётся вообще? Лаван приходит к нему и говорит, знаешь, ты на меня работаешь, это так некрасиво, нехорошо, давай я тебе буду платить, даже если родственник, я понимаю, что платиться за работу надо, давай договоримся, сколько я тебе буду платить. Всё замечательно. Но главного здесь не хватает. Где написано, что Яков работал на него? Арамбан отвечает на этот вопрос так. Он подчёркивает, что Тора нигде написала, что Яков начал работать на Лавана, но два возможных объяснения. Либо Яков обратил внимание, это мы говорили в конце предыдущего урока, что дочь Лавана, Рахель, он встретил, когда она пришла к колодцу для того, чтобы поить овец. Вообще-то, это дело не для девочек. Когда он это увидел, то он её пожалел, и он ей стал помогать. Никто его об этом не просил, и Лаван этого не требовал, не просил, но он сам по собственной воле, по собственному желанию, пожалев девочку, которая к тому же тогда была ещё маленькая, он решил ей помочь. Тогда пришёл Лаван и сказал, ну, знаешь что, давай так, помогаешь, помогаешь, всё хорошо, замечательно было, всё-таки давай договоримся, я тебе хочу платить. Это первый вариант. Второй вариант, куда ближе к тому образу Лавана, который нам Тора нарисовала, что это была хитрость Лавана, а именно, целый месяц Яков у него прожил и не работал, прожил как родственник. Но в конечном итоге Лавана, сердце его гложет, что живёт при нём на хлебник, который вот ест и пьёт, а никакого навара с него нет. И тогда он пришёл к нему и сказал, смотри, Яков, я же тебя знаю, мы с тобой хотя знакомы всего месяц, но я у тебя, хорошо у тебя знакомы. Ты человек глубоко нравственный, это мне тоже понятно. И я понимаю, что тебе очень-очень неприятно есть чужой хлеб задарма. Дармовщину ты, конечно, не хочешь. И я понимаю, что ты очень хочешь отработать мне за тот хлеб, которым я тебя кормлю. И так же, так же ведь. Но с другой стороны, я не готов, чтобы ты работал на меня даром, я понимаю. Так что давай так, чтобы всем было хорошо. И тебе будет хорошо то, что ты будешь чувствовать, что ты ешь задарма. И мне будет хорошо, что я не буду чувствовать, что родственник работает меня задаром. Давай договоримся. конечно же, к человеку, которому подходят подобные роды беседы, он уже, это называется просто загнать его в угол, он уже ничего не может сказать, кроме «Ну, хорошо, буду работать, давай договоримся, за какую плату?» «Какую же плату? Скажи мне, что заплатить тебе? А у Лавана две дочери. Имя старше Илея, имя младше Ирахель, а у Леи глаза слабые, а Рахель была красиво станом и красиво видом, и полюбил Иаков Рахель и сказал, я буду служить тебе 7 лет за Рахель, твою младшую дочь». Если я читаю этот текст поверхностно, то Торр здесь мне объясняет, почему в качестве платы за свою работу Иаков выбрал Рахель. Поскольку Рахель он полюбил, а Рахель была красиво станом и красиво видом, он был приличен, очевидно, ее внешними данными, а Лея она была, хотя старше, у нее были глаза слабые, не знаю, конъюнктивит у нее был, еще что-нибудь. Рад нашему мудрецину, это же не лезет ни в какие ворота. Представить себе, что Тора имеет, что особенно не нравится здесь мудрецам, Талмуд в трактате Баоба-Батра говорит так, что Тора вообще обычно не дает описанию своих героев, не описывается ни внешность, ни характер, а уж тем более указывать здесь какие-то изъяны, какие-то слабости, да даже, может быть, изъяны внешние или болезни, этого уж Тора точно не делает. Более того, мы видим, что даже когда нужно говорить, скажем, о скотине, когда Тора различает между скотиной чистой и нечистой, и то она делает, чтобы не сказать прямо так, вот Бейнат, Миа, скотина нечистая, и даже это, а уж тем более, если уж о скотине Тора не говорит отрицательно негативно, то как же сказать о человеке, не просто о человеке, а о Лее, который станет во главе, в дальнейшем во главе самого еврейского дома, в котором мы родились, все 12, шватим все 12 родоначальников еврейских колен. Как же это понять? Продолжает Талмуд. Имеется в виду вот что. Что значит глаза слабые, имеется в виду, о ком говорят, что глаза слабые, когда у человека глаза слезятся? Говорит Талмуд, действительно, так можно, там есть несколько ответов, последний ответ, который я цитирую, так можно это и понять, действительно, что имеется в виду, слабые, слезящиеся глаза, но это никоим образом не ее какой-то изъян, не указание на болезнь, а наоборот, Тора здесь ее только хвалит. Почему? Потому что люди тогда говорили, и Лея слышала разговоры людей, которые судачили между собой, и говорили так, «У Лавана две дочки, а у ее брата, у Ривки, два сына, так скорее всего, они между собой, они и посватываются. Ну, и как принято у людей? Старшую за старшего, младшую за младшего». Когда Лея это слышала, то она спрашивала людей, «А вы не знаете, что представляет собой этот старший, суженный ей людской молвой старший сын Ривки? Что люди ей говорили? Ну, что Эйсав, кто он? Зовут его Эйсава, что он собой представляет? Ну, да, джентльмен удачи так, в общем. Рыцарь, ножа и пистолета, мол, а второй младший, что он тоже? Это совсем другой. Это человек цельный, кроткий, сидящий в шатрах, полная противоположность. И когда Лея слышала о том, кого ей судит молва, что этого самого бандита с большой дороги, как это получалось по словам людей, что за неё, её могут выдать замуж, то она начала плакать. Плакала и плакала и плакала, и говорит тому, что она плакала до тех пор, пока ресницы не выпали у неё из глаз. То есть, это была сильнейшая-сильнейшая молитва, молитва с самой глубины сердца, когда ей хотелось только одного, самое главное, она не просила другого, главное не попасть в кисар, не дай им Бог. В конечном итоге мы видим из продолжения нашей главы, что ей это удалось, что молитва была не только такая сильная, может быть, наоборот, поскольку это была такая сильная молитва, такая настоящая-настоящая молитва, когда человек молится и просится так, что он готов плакать до тех пор, пока ресницы у него не выпадут из глаз. Такую молитву Всевышний удовлетворил. И действительно, она не только что не попала к Исаву, а в конечном итоге она даже, то, чего она даже не просила, она получила, она вышла замуж за Якова. Итак, и полюбил Яков Рахель и сказал, я буду служить тебе семь лет за Рахель, твою младшую дочь. И снова, зачем мы, зачем так много деталей, за Рахель, твою младшую дочь, где если, он говорит с Лаваном, Лаван знает, кто такая Рахель, что это его младшая дочь, достаточно было сказать, я готов служить тебе семь лет за Рахель. Вряд нашей мудрецы, здесь уже Яков, поскольку он был умудрен опытом, то есть, Рахель его заранее предупредила, что с папой нужно иметь ухо вострово, а когда известно о таком человеке, то нужно, самое главное, не оставлять ничего затуманенным, все должно быть оговорено, все должно быть договорено, желательно, если можно, к тому же еще и в письменном виде и подписать. Так делает здесь Яков. Говорит все эти отличительные признаки. То есть, когда он сказал, буду служить тебе за Рахель, этого недостаточно. Почему? Чтобы ты не сказал, что имел в виду какую-то другую Рахель. Рахель, Рахель, хорошо, что она одна единственная Рахель, я имел в виду другую Рахель. Мы же договорились? Тогда он прибавил, не просто другую Рахель, а имеется в виду твою дочь. А чтобы ты не вздумал переименовать Лею и назвать ее Рахелью, так, что одна будет Рахель, а вторая будет Рохел Лея. Так, есть такое, тоже есть. Это тоже Рахель, она еще и Лея другой разговор. Мы же что говорили, что Лея не будет? Поэтому он тут же дает, не-не-не, твою младшую дочь, чтобы было ясно, о чем идет речь, но все равно это ему ничему не помогло. Все равно он его обманул. Как же он ее думал? Читаем дальше. И сказал Лаван, лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать за чужого человека. Это фраза же потрясающая. Что за жених? Копейки за душой нету, ничего нету. Единственное, что, конечно, родственник, лучше уж за тебя, чем за кого-то чужого. Ладно. Живи у меня. «И служил Яков Зарахель семь лет, и они были в его глазах, как несколько дней по любви его к ней». Так что написано в этой фразе? Он прослужил семь лет. На первый взгляд наша реакция должна была быть, когда человек служит семь лет, просто так, семь лет, это колоссальный строк, это очень-очень долго. Строга говорит, нет, нет, в его глазах они были, промелькнули эти семь лет, моментально. Почему? Как это произошло, что она так быстро промелькнула? Потому что он очень сильно ее любил. На первый взгляд это прямо противоположно всему тому, что мы знаем. Ведь мы знаем, что если человек к чему-то стремится, чего-то очень-очень хочет, он хочет-очень что-то получить, то чем больше его стремление, чем больше его влечения, тем больше у него ощущение, что время тянется невероятно. Когда человек ожидает что-то с нетерпением, то каждая минута превращается у него в год, а иногда и в десятилетии. Так, по идее, нужно было бы сказать по-другому, что поскольку он очень-очень любил Рафель, то эти семь лет показались ему как 70 лет, а Тора говорит совершенно иначе. В чем же здесь дело? Дело в том, что язык Торы, он язык истинный, т.е. слова в Торе употребляются в их истинном значении в святом языке, а не в том значении, которое мы договорились, которое у нас принято вкладывать в слова. Что я имею в виду? Для чего такое предисловие? У нас слово в нашем языке, в объединенной нашей речи, слово «любить», оно употребляется в самых разных значениях. Например, человек любит свою жену, человек любит свою мать, а если вы спросите такого человека, а что ты еще любишь? Или спросить ребенка, маму любишь? Люблю. А что ты еще любишь? Оказывается, что ребенок любит еще мороженое, а еще он любит жареную картошку. Замечательно. Но если так, точно так же, как получается, что маму, по идее, если продолжать с ребенком на эту беседу, то, по идее, нужно прийти к выводу, что маму следует съесть, потому что если мороженое любят, то его едят, маму любят, то его... Стоп, как-то... Маму не едят. Что-то здесь не то. То есть, словом «любить» мы очень часто пользуемся, когда мы имеем в виду наши симпатии по отношению к какому-то предмету или к какому-то человеку, который удовлетворяет наши потребности и соответствует нашим влечениям. И, как сказал известный, что в свое время сказала Коцкер, это, конечно, не любовь к чему-то. Нельзя сказать, что человек любит мороженое, не мороженое он любит, а себя он любит. Только мороженое приятно ему на вкус, удовлетворяет его потребностям. Оно для его брюха как раз замечательная вещь. Мы не различаем между настоящей любовью к человеку и между любовью к мороженому и используем то же самое слово. И это не случайно, да потому что очень часто и по отношению к человеку люди чувствуют нечто подобное тому, что они чувствуют по отношению к мороженому. Что я имею в виду? То есть, человек любит не другого человека, а он любит именно себя, а другого человека он только использует. То есть, он удовлетворяет свои потребности от самых простых до самых возвышенных, удовлетворяет их через того самого человека. Такой человек для него предмет потребления. Это мы тоже называем, это он тоже любит. Как могут быть иногда можно услышать сообщения, криминальные сообщения о том, что кто-то, какой-то мужчина убил некую девушку из-за отвергнутой любви. Здесь мы получили ещё вообще новое поделение. До сих пор тех, кого любят, их едят, а оказывается, на самом деле можно больше того. Тех, кого любят, их можно и прибить вообще. Понятно, что этот человек никогда эту девушку не любил, он её хотел себе, он любил только себя, а в тот момент, когда он её не получил, так... Это на самом деле не любовь. Подобное отношение Тора любовью не называет. Можно найти на него другие, совершенно иные обозначения. Любовь – это не тогда, когда человек думает, как бы ему было хорошо посредством другого человека, а эта любовь – это то наслаждение, которое испытывает человек, когда он старается давать другому человеку, когда он старается вкладывать в другого человека, когда он заботится о том, чтобы другому человеку было хорошо. И сама эта забота о другом человеке, она доставляет ему Это наслаждение, это наслаждение, это любовь. Стало быть, то, что нам знакомо, что если мы чего-то очень ждём, с напряжением ждём и думаем, когда я наконец это сумею получить, в этих условиях мы ощущаем, что пока проходит время в этом ожидании, оно тянется неимоверно долго, годами и десятилетиями, это именно та самая любовь, как любовь к мороженым. Когда я люблю себя, и я хочу получить что-то, к чему у меня есть влечение, то пока я его не удовлетворяю, время, которое мне приходится ждать этого, оно тянется, конечно, годами. Но про Якова здесь сказано совсем другое. То, что сказано, что он полюбил Рахаилу Ночун, любил её по-настоящему, здесь всё наоборот, здесь время протекло, поскольку всё это, что он служил, это только для неё, и всё это было направлено ради неё, то поэтому для него это промелькнуло, как несколько дней, и были они в глазах его, как несколько дней, по любви его к ней, по-настоящей любви. «И сказал Яков Лаван, дай мою жену, потому что мои дни исполнились, и я войду к ней». Тоже очень непонятная фраза. Что значит, во-первых, что значит дни мои исполнились, что я имею в виду? Мы договорились, семь лет кончились, как мы договорились, так и скажи, время прошло, семь лет прошло, значит, исполнились мои дни и продолжение, и я войду к ней, это вообще совсем уж выражение о ней. «Дальше Тора, говорит, и собрал Лаван всех людей того места и сделал пир, свадьба. Свадьба». Вечером того же дня, вечером же он взял свою дочь Лею и ввел ее к нему, и тот вошел к ней, и дал ей Лаван рабыню свою зинпу в рабыне Лея своей дочери, и оказалось поутру, что это Лея. И сказал Лавану, что ты сделал мне? Не за Рахели я служил у тебя, и зачем ты обманул меня? И сказал Лаван, не делается так в нашем месте, чтобы выдавать младшую, прежде старшей? «Заверши неделю этой, и мы дадим тебе и ту заслужбу, которой ты будешь служить у меня еще семь лет других». И снова много-много непонятного здесь. И прежде всего, что значит в самом конце «заверши неделю этой», значит, «это, очевидно, Леи, и мы дадим тебе и ту», то есть Рахель, «за службу, которой ты будешь служить у меня еще семь лет». Какую неделю этой? Итак, как понять слова, сказанные раньше, то, что он говорит, «исполнились мои дни, дай мне мою жену, потому что исполнились мои дни». Как понять «заверши неделю этой», и почему Яков говорит таким грубоватым, довольно грубоватым языком? Я войду к ней. Прежде всего, посмотрим, как Раша отвечает на это. Раша говорит так. «Исполнились мои дни, то есть прошло мое время». Два объяснения дает Раши. Первое. «Те самые дни, про которые говорила мне моя мама. Моя мама мне сказала, что ты иди к Лавану, и будь там несколько дней, некоторое время. Пока я тебя не позову, ну вот некоторое время уже прошло». Второе значение, малуя май, это значит, исполнились мои дни, иными словами, я уже не молодой человек. Мне уже к тому времени ему было 84 года. Мне не первой молодости. Сколько можно еще тянуть? Мне должны родиться дети. И этим объясняется то, что он дальше говорит, дай мне мою жену, я войду к ней. Пришло, иными словами, пришло мне время рожать детей. 84 года, куда ли еще ждать? А то, что сказано в конце, когда отвечает ему Лаван, что ты уже заверши, закончи неделю этой, имеется в виду, закончи 7 дней пиржества, шиват и мея миште, 7 дней брачного пира, а потом по истечении этих дней мы уже дадим тебе и вторую в жены, но это уже… ты ее получаешь авансом, а потом отработаешь на меня еще 7 лет. Это объяснение Раши к этому отрывку. Арамбан задает здесь несколько вопросов. Первый. Яков же, прежде всего, он помимо всего и помимо всего, он прежде всего умный человек. Если умный человек, он понимает, с кем он общается. Что это за аргумент Лавану? Отдай мне мою жену, потому что кончилось время, которое мне мама сказала. Мама мне сказала, будь там некоторое время. Некоторое время уже кончилось. Лавана это интересует. Или еще аргумент. Я уже не молодой человек, мне уже надо рожать детей, поэтому… ну и что? Твоя проблема. С точки зрения Лавана, Москва слезам не верит. Есть у тебя проблемы, ты старый. Мы с тобой договорились, договорились. То есть, и самый главный вопрос. Почему Раша упорно не хочет сказать, что имеется в виду просто кончилось время, которое мы с тобой договорились, то есть, те 7 лет уже закончились. Вот и все. Этот язык, который Лаван понимает. Мы договорились про 7 лет? Договорились. Вот тебе договор, здесь написано 7 лет. 7 лет истекли. Все. Уговор дороже денег. Раша почему-то не хочет так объяснять. И те аргументы, которые Раши вкладывает в уста Якова, они для Лавана немножко неубедительны. И еще вопрос. Что значит Лаван говорит Якову, давай ты будь подожди, закончи 7 дней свадебного пиршества с Леей, не будем же мы путать две свадьбы вместе. Закончи с этой, а потом уже другую свадьбу сыграем. С каких это пор? Ведь то, что нам известно, что Шиват имея межте 7 дней брачного пиршества – это постановление еврейских мудрецов. Откуда у Лавана подобного рода обычаи? Ну, правда, говорит Рамбан, с этим еще как-то можно объяснить. Целый ряд обычаев, которые потом были установлены еврейскими мудрецами, они только зафиксировали обычаи, которые были приняты среди уважаемых людей и среди народов мира, не обязательно среди еврейского народа. Поэтому это еще не так страшно. Ну, вот, но при том, в общем-то, это немножко странновато. Поэтому Рамбан предлагает здесь другое объяснение всего отрывка, а именно, Яаков пришел к Лавану с понятным для Лавана требуемым. Смотри, мы говорили про 7 лет, 7 лет истекли, не так ли? Лаван промолчал, дипломатично промолчал. Ну, хорошо, ладно, будем делать свадьбу. Свадьбу сыграли, и когда наутро Яаков примчался к Лавану со всеми своим, со всеми возмущениями, со всем гневом, со всеми претензиями, тут Лаван вынул главный козырь. А ты, извини, пожалуйста, 7 лет еще не кончилось. По моим расчетам, если вычесть выходные праздничные, то ты мне еще должен. Поэтому то, что сказано дальше, закончи неделю это, и неделю имеется в виду не семидневку, а семилетку закончить. Так, неделя как 7. То есть, ты сначала закончи и пообещай ты мне. Я понимаю, что ты на меня злишься за то, что произошло. Но это отдельный разговор. Прежде всего, ты пообещай сначала, что ты закончишь 7 лет за первую, потом мы сыграем еще одну свадьбу. Не думай, что я тебе сейчас сразу прям такую же дам вторую дочку, потому что ты еще не расплатился за первую. Закончишь неделю, закончишь семилетку за первую, тогда устроим новую свадьбу, женишься на второй, а за это уже отработаешь еще 7 лет. Это ромба. Но самая главная проблема всего этого отрывка в том, что сказано, как там говорится, и оказалось поутру, что это Лея. И он сказал Лавану, что ты сделал мне, не за Рахеля я служил тебе, зачем ты обманул меня. Вопрос напрашивается сам собой, что значит, и оказалось утром, что это Лея. А ночью он не понял, что это не Рахель, как нам это понять, почему для него это было, почему только утром стало ему ясно, в чем день. В ответ наших мудрецов Раши приводит это. «И было ночью, вот это Лея, и было утром, простите, вот это Лея, значит, ночью не была Лея, как это так? Ночью тоже была Лея, даже если он ее не узнал, потому что Яков передал Рахелии приметы, по которым узнает ее». Снова мы возвращаемся к той самой первой беседе, которая была между, первой встречей, которая была между Яковом и Рахелью у колодца. Там же, когда Рахель сказала, что с папой нужно держать ухо востро, поскольку он, мягко говоря, не совсем честный человек, Яков успокоил его, не бойся, со мной это так не пройдет, я тоже умею, если нужно. И в качестве вот этого мы уже видели те меры, которые принят. С одной стороны, соглашение с Лаваном было очень-очень подробное, все абсолютно приметы были указаны, чтобы не дать ему в пути отступления. Во-вторых, при всем при том он еще и договорился с Рахелью по поводу пароля. Поскольку подозревали, что один из возможных ходов, на которые пойдет Лаван, это именно то, что и произошло, этот вариант просчитали и заранее договорились про пароль, по которому он узнает, что это Рахель, а не кто-нибудь другая. И вот в тот самый момент, когда наступил вечер, и когда Рахель увидела, что отец берет ее сестру и поняла, что он собирается сейчас завести ее к Якову. И она представила себе сцену, которая произойдет всего лишь через несколько минут, когда Яков, не услышав пароль, поймет, что его обманули и выгонит Лею с позор. И это произойдет на глазах всего честного народа и на глазах всех гостей, которые собрались там. Это невероятный позор для ее сестры. То Рахель передала ей тот самый пароль. И вот благодаря этому паролю Яков и не знал, что женщина, которая была с ним – это была Лея, а не Рахель. То есть, конечно, это колоссальные душевные силы потребовались Рахели для того, чтобы, находясь на грани своего счастья, понятно, что может чувствовать невеста в день своей свадьбы. И в этот самый момент своими руками передать все, что у нее есть, все это свое будущее счастье, все это надо отдать своей сестре ради того, не потому, что она хотела, чтобы ее сестра была счастлива, не в этом дело совершенно, а для того, чтобы не было возможности вот такого вот, чтобы ее сестра не осрамилась самым страшным образом. Читаю дальше. Может быть, прежде чем прочитаем дальше, добавим ещё, а Медраж говорит здесь… Мы видим две сцены, которые Тора рисует одна за другой. И было утро, оказалось, что это Лея, и оказалось поутру, что это Лея. И сказал Лавану… Сразу начинается диалог между Яковом и Лаваном. А было ли какое-нибудь объяснение между Яковом и Леей, его новоиспечённой женой, на которой он и не знал, что он на ней женится. Тора об этом не говорит письменно, и Тора об этом не говорит ничего. Устная Тора говорит «да». Говорит «не врача». Всю ночь, когда Яков обращался к ней и переспрашивал её на всякий случай, Ахель, она ему отвечала «да». На утро оказалось, что это Лея. И тогда Яков в совершенно понятном гневе спросил её, как же так? Почему же ночью, когда я к тебе обращался, когда я звал тебя, ты отзывалась на имя Рахель? Почему ты меня обманула? Что сказала Лея? У хорошего учителя обязательно бывают ученики. «Когда твой папа спрашивал тебя, ты Исаф, мой старший сын, что ты ему отвечал?» «Да, да, да». «Ну так я тебя, так сказать, у талантливого учителя, ученики, я вот у тебя и научился». Здесь мы видим два момента. Первый. Всё, что человек делает в жизни, ничего просто так ему не проходит. И хотя мы знаем и понимаем, что Яков подчинился во всей этой истории с Исафом, мы уже об этом говорили не раз, он подчинился своей матери. Но вместе с тем вся эта история будет преследовать его ещё достаточно долго. И здесь в первый раз Меда, Кенегид Меда, мира и замеры как каукнулась, так и откликнулась. И Лея в тот момент, когда он горит благородным гневом за то, что его обманули, приходится ему жизнь, ему показывают зеркало и напоминают ему, как ему когда-то довелось обмануть своего отца. Ещё одна важная деталь. Скорее всего, как мы поймём в дальнейшем по этому тексту, Лея совершила здесь ошибку. То, что она сказала это имя. Была она права? Да, была права. То есть, когда человека в чём-то обвиня... Он его здесь обвинял, понятно, в чём? Во лжи. Зачем она лгала? Зачем она его обманула? Ну, вполне естественно для человека, которого обвиняют в чем-то, сказать обвинителю, а ты на себя посмотри. Прежде чем ты меня обвиняешь, посмотри на себя. Это правильный ответ по логике. Но с точки зрения взаимоотношений между людьми он недальновидный. Человек, которому отвечают так, которому выставляют зеркало и говорят, а ты на себя посмотри, он будет глубоко обижен. И поэтому, говорят некоторые комментаторы, то, что в дальнейшем написано, что Яков возненавидел Лею, это был результат того самого того, что она ему сказала. Теперь вернёмся к диалогу Якова с Лаваном. «И сказал Лавану, что ты сделал мне? Не за Рахеля я служил тебе. Зачем ты обманул меня?» Немножко здесь есть повторение. Что ты сделал мне? Когда он спрашивает, что ты сделал мне, имеется в виду. «Зачем ты обманул меня?» «Не за Рахеля я служил тебе». Понятно, за Рахеля. А ты не дал мне Рахеля Лео, значит, обман. Ну, что можно было ответить? Конечно, когда человек гневается, то он… Когда мы слушаем гневающегося человека, то он повторяет иногда те же самые претензии. Он повторяет их по 10-15 раз, как заезженная пластинка. Это да, это так в жизни происходит. Но Тора же – она не художественная литература, она не рисует нам зарисовки из жизни патриарха. Совсем не то. Поэтому, если в Торе здесь есть несколько претензий, хотя они все вроде бы похожи друг на друга, это значит, что это не просто многословие человека в гневе, а нужно их рассмотреть внимательно. Рахай Макадош говорит, здесь действительно было две причины. Сначала есть заголовок. Что ты сделал мне? А что? Две претензии. Они совершенно разные. Первое. «Не за Рахели я служил у тебя». Это претензия на уровне человеческих отношений, доверия и обмана на уровне работодатель-работник. То есть, ты нарушил, это первая претензия, ты нарушил наш договор за тобой, мы с тобой заключили договор, что я работаю за Рахель. Как любой человек, который проработал, а уж тем более семь лет, и когда вместо договоренной заработной платы ему начинают рассказывать истории из жизни вредского народа, это не то, чего он ждал. Это обман, на уровне хошин-мишпад, просто обман и воровство. Это первая претензия. Но есть вторая. «Зачем ты обманул меня? В чём здесь дело?» Это уже не про то, что он не получил свою плату. Претензия вот какая объясняет Рахай. «Если ты почему-то хотел, ты подсунул мне лею. Я не знаю почему, но ты почему-то хотел, чтобы я женился на ней. Хорошо? Пожалуйста. Если бы ты был бы человеком, ты бы пришёл ко мне с самого начала и сказал, смотри, вот такая история, ты хочешь жениться на Рахеле, всё замечательно, но у нас так не принято. И вот сначала жениться на лею, а потом поговорим про Рахель или сразу давай думать. Я бы согласился. Я же ничего против неё не имею. Верно, что я хотел жениться на Рахеле. Да, но это не значит, что я имею что-то против леи. Я готов был бы жениться на ней тоже, если это нужно было для того, чтобы жениться на Рахеле. Готов? А что ты ей сделал? Ты обманул. Ты подсунул мне её обманом ещё в таком отвратительном виде. А ведь мне же с ней потом жизнь. Как я смогу её полюбить как свою жену? Как я могу полюбить человека, в виде которого каждый раз у меня ассоциативно будет всплывать та самая первая ночь, когда её подсунули мне обманом? И я буду чувствовать в ней и в своей жене обманщицу. Так какая у меня семья будет? Как я смогу полюбить свою жену? Почему ты обманул меня? Почему ты это не сделал по-человечески, по-честному? Я бы согласился. Это совершенно другая претензия. Две претензии есть у Якова. Первое – воровство, несоблюдение договора и воровство. Второе – нарушение, второе – то, что в самом начале, самые первые шаги в семейной жизни ему придётся делать вот в таких совершенно невероятных условиях, в отрицательных условиях. И во всём этом виноват Лаван. Сказал Лаван, Лаван вовсе, олимпийское спокойствие, не делается так в нашем месте, чтобы выдавать младшую прежде старше. В оригинале эта фраза звучит чуть иначе. И сказал Лаван, не делается так в нашем месте, чтобы выдавать младшую прежде первородной. Снова здесь укол и окол. Это у вас так, у нас так не принято, это у вас так принято. У вас так принято, что благословение получает младший сын перед первородным, когда ты сначала купил первородство у Исава, а потом ещё мошенническим образом, обманом получил его благословение. Вот у нас так не принято, это у вас так принято. Снова укол. Кстати, любопытно то, что он здесь говорит, у нас так принято. Он не говорит, что я не готов выдавать младшую дочку раньше старше, а у нас так принято. А потом ещё заверши неделю этой, и мы дадим тебе и эту за службу, которую ты будешь служить у меня ещё семь лет. Почему вдруг Лаван заговорил о себе во множественном числе? Мы дадим тебе и эту за службу, которую ты будешь служить на меня ещё семь лет. Что это было так принято, как на Древней Руси, как цари говорили о себе во множественном числе, а мы царь такой-то, Николай I, II, III. Довольно странно, вроде как нигде больше в тексте Тора подобного ничего нет. Арамбан говорит здесь, что это снова была хитрость. Лаван сказал вам, смотри, Яков, ты не злись, ты не пыли, что ты успокойся, я бы с удовольствием, я бы рад, да я бы видел тебя за Рахельну, но у нас так не принято, мне бы никто не позволил, у нас законы такие, ты не местный, ты не знаешь, у нас такие законы, мне бы местные просто не позволили бы. Поэтому ты уж извини, ты уже сначала, давай так, сначала женись на этой, потом мы тебе, т.е. мы имеется в виду все местные, так, это не я, это все местные, то мы дадим тебе и другому. Я здесь ни при чём, это очень типичное поведение человека. Т.е. когда к человеку есть претензии, почему ты так себя ведёшь, почему ты позволяешь себе подобные вещи? Человек отказывается принять на себя ответственность за то, что он делает. Во-первых, это не я, я этого не делал, а почему так делал, а у нас все так делают, а у нас так принято, все так, причём здесь я, так принято. Так у человека происходит такое раздвоение личности. Есть у человека, в результате, получается, у него два я. Есть одно его я, его я индивидуальное, персональное. Это очень симпатичный парень, который всегда делает только очень хорошие поступки, он вообще такой хороший парень, которого все должны любить и, наверное, любят. А есть второе я, я общественное, я как представитель своего общества, вот всё плохое, что происходит в моей жизни, это вот второй я, это не первый я, это я, который как представитель всех остальных. Что же я могу сделать? Так у нас принято, а что? Понятно, что это полная противоположность тому, что учили наши мудрецы. То есть, по отношению к безнравственным поступкам, нет понятия уполномоченной, то есть, сказать, что я так сделал, потому что меня попросили, или меня назначили, или мне так сказали, или у нас так все делают, это не оправдание никоим образом. Ну, читаем дальше. Может быть, ещё одно замечание. Сказано в конце, заверши неделю этой, и мы дадим тебе и ту заслужбу, которой ты будешь служить, меня ещё семь лет других. Для чего, спрашивает Раши, подчёркивается, дополнительно семь лет других? Семь лет этих и семь лет других, вторые семь лет. Ответ Раши тоже здесь подчёркивает, что первые семь лет были похожи на вторые семь лет. Точнее, вторые семь лет, как первые семь лет. А чем они похожи? Значит, похожи. Работал там, работал здесь. Пазовец там, пазовец. Пазовец первые семь лет, пазовец вторые семь лет. Здесь было 7 лет, и во второй здесь было 7. В чем здесь похоже? Это аж нет, совсем другое, не понял. Имеется в виду, что точно так же, как он отработал на Лавана первые 7 лет, когда он работал абсолютно честно, точно так же он отработал на него и вторые 7 лет. Это совсем непростое испытание. Когда мы знаем, что нас обманули, и нас закабалили на работе, которую мы вообще-то не хотели, и только благодаря обману мы вынуждены сейчас работать, то нам всегда хочется работать спустя рукава. Как был такой старый советский принцип – вы делаете вид, что платите мне зарплату, а я делаю вид, что я на вас работаю. Если так, то так. С волками жить, по волчьей выйти. Вот это тяжелое испытание Яков выдерживает его великолепно. Он работает на Лавана, несмотря на то, что Лаван его обманул, и эти дополнительные 7 лет только в результате его мошенничества. Лаван, несмотря на это, Яков работает на Лавана абсолютно честно, так же, как работал на него первые 7 лет, когда знал, что он просто исполняет свою долю в договоре. И сделал так Яков, что ему было делать, выхода не было. И окончил неделю этой, и дал ему свою дочь Рахель в жены. И дал Лаван Рахеле своей дочери рабыне свою бельгу в рабыне. И он вошел и к Рахеле, и полюбил так же Рахель больше, нежели чем Лею, и служил у него еще 7 лет. И увидел Бог, что ненавистна Лея, и открыл ей чрево, а Рахель была бездетна. И Лея зачала и родила сына, и нарекла ему имя Раувен, потому что сказала, увидел Бог мое несчастье, и теперь будет меня любить мой муж. Почти все комментаторы задают здесь вопрос, как так понять вот эту вот ненависть Якова. То есть, ненавидел свою жену? Некоторые отвечают, да. Мы уже видели ответ на основании Мидраша. Да и Рамбан вообще объясняет следующим образом. Попша, а то не прибегая к тому, что говорят мудрецы со всей историей о пароле, пишет Рамбан, что Яков был уверен, что Лея сама обманула, причем обманула Двард. Не только его она обманула, но и свою младшую сестру она обманула. И за этот самый обман, двойной обман, за то, что обманула младшую сестру и за то, что обманула его, за это он ее и возненавидел. Более того, говорит Рамбан, есть Мидраши, в которых сказано, что были у него мысли и о том, чтобы развести с ней, настолько он почувствовал себя с ней плохо. Но тогда Всевышний вмешался в это дело, поскольку он видел и знал, что намерения Лея были самые чистые. И все, что она хотела, это только, во-первых, избежать страшной судьбы, быть выданной замуж за Исааба. Во-вторых, конечно же, хотя она об этом не смела думать, ей хотелось бы выйти замуж за Якова. И поскольку намерения были самые чистые, именно поэтому Всевышний и сбалансировал здесь это состояние. А именно, Рахель оказывается бесплодной, а Лея начинает рожать сыновей одного за другого. То есть, то, в чем ей было отказано, как жене той любви мужа, которой она лишилась, как жена, ее она старается завоевать и, в конечном итоге, завоевывает, как мать, его детей. То есть, когда она уже стала рожать ему детей, тут Яков понял, что никаких мыслей о разводе быть не может. Это абсолютно нонсенс. Так объясняет Рамбан. Да и Анаци в Эмекдавар тоже идет этим путем. Причем он подчеркивает, что вот эту вот ненависть она почувствовала не сразу. Ненависть она почувствовала Лея только, когда он женился на Рахеле. До некоторого времени она воспринимала это как нормальные супружеские отношения. Может быть, она не видела здесь какой-то очень горячей любви. Ну, что же бывает. Бывают люди, которые не настолько эмоциональны. Все вполне может быть. Но вот когда уже появилась Рахель, появилась соперница, то здесь она поняла, что совсем все дело не так просто. Вместе с тем, в конце своего комментария говорит Рамбан, что есть и те, которые объясняют иначе. А именно, Радак, например, говорит, что имеется здесь в виду вот что, что, конечно же, он любил обеих. Более того, мы можем видеть это простое уточнение в тексте сказано, и вошел он к Рахеле, и полюбил так же Рахель больше, нежели Лею. Так он так же Рахель он полюбил. Что это значит? Он любил и Лею. Полюбил так же и Рахель. Только что из двух более любима была Рахель. Но для женщины, для Леи, для неё это ощущение того, что её хотя бы в чём-то предпочитают её сестре, для неё это отношение равносильно ненависти. Так уж построен человек. Когда он ощущает, что отношение к нему неравное, что по отношению к нему, что он получает от людей меньше, чем его соперники, чем другие люди, то он ощущает себя настолько несчастным, просто ненавидимым. А уж это общечеловеческая черта. А по отношению к женщине, безусловно, это чисто женская черта, конечно. То есть, у женщины это куда сильнее, чем у любого другого человека, и поэтому Лея чувствовала себя настолько несчастной, чувствует себя почти ненавидимой, хотя на самом деле её тоже любит, но любит её меньше, она чувствует себя ненавидимой, и это она и вкладывает в имя своего сына, ибо увидел Бог моё притеснение. Здесь мы закончим, а как в дальнейшем развиваются события в семье Якова, мы посмотрим на следующем уроке.